Ряды юноармии пополнились новыми бойцами. Сегодня в Нарьинмаре прошла торжественная церемония посвящения в ряды юноармии воспитанников военно-патриотического клуба «Патриот» и школы-поселка Искателей. Кроме того, ребята провели военно-спортивную игру «Юноармейское многоборье». Она проходит в четвертый раз среди команд образовательных организаций и патриотических клубов региона. В соревнованиях юноармейцев приняли участие 35 подростков 11-14 лет. Всего пять команд, представляющих кадетов 4-й средней школы Нарьинмара, военно-патриотические клубы «Рубеж» и «Патриот», юноармейский отряд поселка Искателей и гостей многоборья, учащихся средней школы номер 5. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Участница движения Елизавета, возложенная на нее обязанности читать перед отрядом клятву, относится с трепетом. Она всегда мечтала о военной службе. Ну, пока что у нас будет подготовка к армии идет. Дальше будет гораздо сложнее. Сейчас мы только посвятили, и нас вводят в курс дела. Соратник Елизаветы Артем тоже с нетерпением ждал этого события. Ведь теперь он будет постигать все премудрости военной службы под руководством опытных инструкторов. Сразу, чтобы научиться всему, чтобы если в армии было не тяжело хотя бы основной шаг делать, подготовка сама, и чтобы стать хорошим воином Отечества, защищать Родину. Всего юноармейское движение в Ненецком округе насчитывает порядка 250 членов. Новоизбранным бойцам знаки юноармейца вручили и поздравили их со знаменательным событием член Совета Федерации Ольга Старостина и заместитель губернатора Лина Гущина. Я поздравляю с этими двумя замечательными событиями. В преддверии 9 мая это очень ответственно, очень почетно. Я думаю, что сегодня здесь стоят настоящие защитники нашего Отечества. После торжественной части юноармейцев ждали испытания. Строевая и силовая подготовка, теоретический и практический курс первой доврачебной помощи, орудийная сборка, снаряжение магазина патронами и другие задания, которые безусловно пригодятся юноармейцам в дальнейшем. Все мы в детстве любили играть в игрушки с пистолетиками, с автоматиками. Все парни будут служить в армии, никуда они от этого не убегут. И надо быть готовым к этому. Просто надо быть готовым. Игра проводилась в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию молодежи. Она нацелена на подготовку юношей и девушек к службе в вооруженных силах Российской Федерации, изучение истории Отечества, воспитания у подростков, чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, а также повышение уровня физической, технической и тактической подготовки. В результате соревнований первое место у команды кадетов школу номер 4. На втором команда школы номер 5. И завершают тройку лидеров юноармейцы поселка Искателей. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.